всем привет мы семья че и добро пожаловать на студию раумид и сегодня мы готовим с вами офигенные а между прочим сыроедческие конфеты вот что нам понадобится финики на самом деле по факту 5 6 штук самое главное чтобы они были мягкие и уже очищены от косточек косточкам говорим нет сразу же можно еще в магазине вернуть их обратно да это финики просто у нас некоторые товарищи очень любят финики вот дальше присыпки по разному вкусу например кунжут какао маг можете взять все что угодно кокос кокосовая стружка и что у нас осталось предыдущего рецепта если что смотри его тоже мы готовили молоко из миндаля у нас остался миндальный жмых собственно еще в этом же тоже пакетике от раумид топпинги это может быть какао это может быть кунжут это может быть маг это может быть кокосовая стружка не знаю все что вы любите хоть какая-нибудь не знаю какие-то яркие штучки и то что у нас осталось предыдущего рецепта это миндальный жмых после приготовления миндального молока выглядит он вот так маленький небольшой такой жмых и это нам все понадобится для того чтобы сделать конфетки погнали приготовление очень простое мы берем просто закидываем где-то ну примерно шесть фиников раз два три 4 5 6 на минуточку я из что профессор тоже и добавляем немножечко жмыха ну примерно тоже один к одному примерно вот так в общем у нас должна получиться вязкая тягущая тянущаяся липкая консистенция похоже не знаю на ногу такого плана если вы хотите чтобы конфеты были ультра сладкие добавляйте больше фиников если вам не нравится сладкие конфеты добавляйте больше жмыха также напоминаю что жмых может быть любой он может быть и кокосовый в том числе или из любого другого ореха все поехали перемешиваем на средней скорости погнали я со шесть фиников то это на два на три человека у нас огромная съемочная группа поэтому мы пикачем туда все финики и всю нашу пасту вот мы работаем по максимуму иногда бывает так что получается очень сухо вы можете либо добавить еще туда фиников но если вы не хотите сладкое да очень сладко вы можете добавить туда капельку воды буквально чуть-чуть чуть-чуть подмочить вот и перед перемалываем дальше перемешиваем если он раскидывает все по краям то техники раумид есть очень крутая штука нет не полицейская дубинка это штука который можно толкать прямо во время того как он перемешивает и это очень круто я беру и подкидываю все ему дальше справится даже ребенок мы берем просто вот руками и достаем отсюда конфетки и пытаемся их ну типа как котлеток просто сваливаем из них небольшой кружочек и обмакиваем в какую-нибудь одну из наших обсыпок можно конечно вместе можно не вместе все и мы просто берем и обваливаем его в каком-нибудь одного из топинга и получается у нас маленький такой кружочек вы ему конечно старайтесь придать какую-нибудь самую красивую форму ну вот это то на что способен способен я вот получается вот такая маленькая штучка и так можно сделать любого размера в принципе размер на ваш вкус но это стандарт ferrero roche рафаэлла и так далее рафаэлла если сделать сюда можно засунуть сюда готовый миндаль и обсыпать кокосовой стружкой тогда получится рафаэлла вот ну вот например интерпретация с маком также мы обваливаем обваливаем я уже перемешал немножко с кунжутом лепим снеговика все то же самое придаем ему красивенькую формочку и получается вот такие конфетки дальше мы выкладываем их на красивую тарелочку вот это все что мы сделали посыпаем красивенько и самое главное чтобы они были больно более на вкусными их надо отправить еще на несколько часов в холодильник не вразилку в общем чтобы они остыли смотрел какой холодильник у вас все все конфетки у нас готовы просто немножечко их украшаем и можно подавать к столу конечно их можно засунуть еще формочку чтобы они были все одинаковые но мы так по-домашнему часто вы засовываете чего-нибудь формочку поэтому хэнд мэйд суровый питерский хэнд мэйд и и и Продолжение следует...